Всем привет! Меня зовут Светлана и вы на канале Tecfablind. Сегодня познакомимся с машинкой для удаления катышков. У нас как-то на канале уже был обзор подобного устройства, но это совершенно другая модель, поэтому давайте посмотрим как она работает и что же умеет делать. Это машинка от фирмы Philips. Точное название модели будет в описании к видео и в названии ролика. Поставляется в коробочке. Вот в пакетике само устройство. Кроме того в коробке есть целая пачка разной бумажной документации, это инструкция на разных языках, какие-то гарантии и прочая макулатура. Но в этом пакетике помимо бумажек лежит еще одна очень важная вещь, которую не стоит терять. Это вот такая вот щеточка для очистки лезвий. Отложу пока ее в сторону. Кроме щеточки в комплекте были элементы питания, две батарейки размером АА. Я их уже установила в устройство и вместе с установленными батарейками машинка весит ну граммов 200-250. Не очень тяжелая вещь. Достаточно комфортно лежит в руке. Сантиметров плюс-минус 10 в высоту. В толщину такой бочоночек сантиметров пять. И с одной стороны прибор немножечко потолще, там где есть лезвие. Прибор черного цвета. На одном из боков есть единственная кнопка, которая включает машинку. Сверху открывается отсек для батареек, а с противоположной стороны есть отсек для срезанных катышков. Он снимается так вот легким движением вниз. Его можно вытряхнуть, помыть, почистить и присоединить обратно. На самих лезвиях установлена такая вот насадка, небольшая крышечка, но она не целиковая, а в середине есть достаточно большое отверстие. Это насадка для того, чтобы регулировать режимы работы этой машинки. Отверстия, которые прикрывают лезвия разного размера, те, которые ближе к центру, помельче, те, которые ближе к краям, покрупнее. И когда вы надеваете эту насадку, крупные отверстия получаются закрыты и машинка не так плотно будет прилегать к ткани. То есть получается машинка и для деликатной ткани, и для более каких-то грубых материалов. Теточка, прикрывающая лезвие, откручивается, и при необходимости лезвие можно прочищать. Дополнительных лезвий в комплект не входит, и насколько я поняла, производитель дополнительно не выпускает лезвие к этой машинке. Но в отзывах пишут, что прибор служит достаточно долго и в замене лезвий не нуждается. Не могу пока это оценить. Поверим на слово тем людям, кто уже пользовался такой машинкой. Ну и, собственно, все. Абсолютно простое устройство. Ничего сверхъестественного здесь нет. Более дорогие модели бывают оснащены подсветкой. Также есть модели, работающие не на батарейках, а на встроенном аккумуляторе. Тут уже каждый выбирает сам, что ему удобнее. Конструкцию подобных машинок тоже бывает самая разнообразная. И вот такая вот буква Г, если можно так сказать, как у меня. Также я видела варианты, которые нужно держать сверху. Напоминают такую вот терку для посуды. Также есть варианты с более тонкой и длинной ручкой, с двумя лезвиями. В общем, достаточно большое разнообразие. Что касается стоимости. Вот такая машинка примерно стоит плюс-минус 700-800 рублей. Есть варианты дороже и дешевле. Тут уже нужно смотреть конкретные описания и читать отзывы. Что будет работать лучше, что хуже. Ну а мы переходим к практическим экспериментам. Вот у меня в руках шапка. И на взгляд, и на ощупь видно, что вот здесь достаточно много катышков. Вот попробуем обработать эту шапку. В инструкции сказано, что нужно положить обрабатываемую вещь на твердую плоскую поверхность. Машинку сильно прижимать ткани не следует, иначе в деликатных тканях можно и дырку сделать. Ну а дальше включаем прибор и начинаем водить по ткани. Процесс удаления катышков даже слышен. Я сейчас насадку не снимала. Катышки еще остались. Снимаю насадку и пробую еще раз. Также в инструкции говорится, что не стоит обрабатывать ткани с вышивкой и с торчащими нитками. Я прохожу несколько раз, потому что с первого раза, возможно, все и не обработается. Ну давайте посмотрим, что получилось. Вот одна половина шапки не обработана, а вторая после обработки. И, как мне кажется, результат заметен невооруженным глазом, можно сказать. Выглядит она намного приличнее, как мне кажется, чем была раньше. Ну теперь давайте посмотрим, что же у нас с мусором. Вытаскиваю контейнер. Примерно на половину, может быть, на одну треть он заполнил таким вот мхом, если можно так выразиться, который можно легко отсюда извлечь. Ну и давайте посмотрим, как выглядят сами лезвия. В инструкции написано, что если мы хотим чистить лезвие, то необходимо извлечь элементы питания. Ну это техника безопасности. Откручиваю сеточку. Вот, пожалуйста, несколько лезвий, достаточно острых. После одного применения, как мне кажется, здесь особо никакой грязи не наблюдается. Но если вы планируете обрабатывать какую-то объемную вещь, то, скорее всего, здесь какое-то количество мусора накопится. И вот с помощью шеточки, которая входит в комплект, можно эти лезвия почистить. Ну и, естественно, потом нужно все это обратно аккуратно вкрутить. Вставляю батарейки, закрываю отсек. Ну, в общем, прибор готов к дальнейшему использованию. Конечно, перед использованием лучше попробовать на каком-нибудь небольшом участке ткани, который в глаза не бросается. Если вдруг, не дай бог, вы что-то испортите, чтобы это можно было как-то потом замаскировать. В целом, результат меня устраивает. Я провела эксперименты еще на теплых шерстяных носках. С ними машинка справилась тоже хорошо. Ну, а более деликатные ткани я пока не пробовала. Просто не было такой необходимости. Ну, вот, собственно, и все. Простой легкий прибор, достаточно бюджетный. Надеюсь, кому-нибудь такая вещь окажется полезной. Ссылку на эту модель я оставлю в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Кроме того, в коробке есть целая пачка различной документации. Это инструкции и прочие, возможно, полезные барахло. Ну, в общем, прибор готов к дальнейшему использованию. Да. Упало чуть-чуть. А что случилось? Genau. Знаю.